итак дорогие друзья и подписчики приветственном канале сегодня мы поговорим про обещанный танк из 5 объект 730 это танк из бонового магазина который мы собирались приобретать в предыдущих выпусках в общем то вот боновый магазин какой выбор здесь был это десятые танки акционные десятого уровня вывод криславский у меня криславский будет на другом аккаунте обзор будет буквально на днях гвардеец мне не нужен мне не нравится из 6 черный он льготный но мне не нравится корейский потом в общем то здесь и выбирать особо нечего потому остановился на и себе там на объекте 730 и какие минусы мне удалось выявить в общем-то по большей части был подготовлен к некоторым его особенностям и недостаткам сейчас мы про них поговорим это орудие у него в принципе не самое плохое это прокачанная версия d25 т а именно это т.а. 390 у него альфа 221 база пробить и премиальный 270 но базовые снаряды у него под калибр и которые имеют хуже там нормализации на это все игровые условности я не думаю что это реализовано прям настолько высоком качестве для того чтобы можно было говорить уже про какую-то серьезную баллистику это все-таки компьютерная игра это аркадная игра здесь очень большое влияние рандома как видим у нее пробитие вот посмотрим у него 221 средняя так она составляет от 165 до 277 миллиметров это конкретно этим снарядом базовым под калибром потому нужно понимать что здесь влияние рандома большое и пробить он может совершенно неожиданно какие урон может быть от 292 до 488 зависит от расстояния там от 50 500 метров это все понятно кумуле не теряет бронепробитие с расстоянием но у них маленькая скорость полета и бронепробиваемость здесь всего лишь 270 миллиметров если мы попадаем в гусеницы в экраны соответственно мы нормально пробить уже не сможем и не пробьем вообще если быть более точными сильно экраны сильно режут бронепробитие кумулятивных снарядов и что касательно этого танка в рандоме он очень часто играет с десятками я сыграл ним 12 13 был 10 из которых я был против десятых уровней соответственно эти под калибре с 221 миллиметр ничего не могут сделать десяткам ну разве что если найдутся какие-то умники каких называю хейтеры и там всякие остальные ребята которые советчики диванные аналитики теоретики которые предлагают и су седьмому стрелять в корму но дело в том что у нас сама его скорость мобильность динамика она даже в какой-то мере хуже чем у са седьмого потому тот же из четвертый седьмой или какие-то там крутые танки 10 уровня мы будем воевать с ними лоб в лоб объехать практически будет невозможно потому что как мы на тяжелом танке объедем тяжелый так понимать это преимуществ у нас нету ни в чем мы будем обладать теми же характеристиками что там 10 уровня только на 30 40 процентов хуже иметь запас прочности меньше альфу меньше пробить и все мы по сути вырезанный танк 10 уровня причем габариты самого танка его вес будут соответствовать танку 10 уровня но его боевые характеристики будут ниже потому что это игровые условности баланс и все то что мы любим запас прочности полторы тысячи едва ли но если быть более точными даже плюс 50 1550 вы понимаете этого недостаточно чтобы воевать с десятками шестыми седьмыми уровнем я их ни разу не видел сейчас баланс баланс настроен так что мы будем играть одноуровневые бои это все восьмерки и там есть куча противников которые будут нас пробивать но скажу так субъективно он даже в какой-то мере крепче чем из 3 что по характеристикам чуть-чуть брони больше там чуть-чуть здесь но даже вот это вот и нижняя часть этот нижний щучий нос нлд он по мне не так сильно пробиваться как на и все третьем борт здесь заметно крепче но это относится только к верхней части вот сейчас которая за гусеницами она также имеет там порядка 90 миллиметров как и уса 3 по факту он оказался слабее защитника но в чем-то хотя бы чуть-чуть лучше и со 3 защитника лучше пушка и больше в общем-то танк достаточно крупный громоздкий не очень быстрый хотя у нас здесь 42 максималка но по факту где-то 38 едет потому если брать за 10 тысяч бон если вы можете не покупать так можете подождать возможно в будущем появится что-то лучше в чем я сильно сомневаюсь в боновом магазине появляться танки на такого среднего уровня можно сказать некоторые даже ниже среднем потому какого-то там реально танка для нагибок вот абсолютно им бы там скорее всего не будет а и так в принципе в рандоме вы на премиум премиальных восьмерках нормально не поиграть это так был бы хорош для линии фронта новом линия фронта у нас раз в год можно два раза в год а битва блогеров проходит на десятках соответственно такое большое количество премиальной техники по сути мне и не нужно вот у меня есть т26 е5 ренегат супер першинг эмоции фс4202 мне по сути этих танков уже достаточно для линии фронта в рандоме особо не игра фармит он достаточно слабо сейчас мы посмотрим вот я сыграл с поражением там до нанес какой-то урон урон нанес небольшой но суть в том что я потратил на кумуле и сорок три тысячи серебра потому что я играл с десятками с десятками нормально вы не поиграйте на базовых снарядах и сейчас мы посмотрим бой все очень коротко все очень понятно и дает нам такую скажем ситуацию четко обрисовывать то что мы с десятками нормально играть на равных никогда не будем видеть мы их будем практически в каждом бою а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...